Здравствуйте! Вы смотрите программу по существу в студии Татьяны Иванова. Каждый год сельхозтоваропроизводители получают господдержку на покупку сельхозтехники. Какие механизмы существуют в этом году у чувашских сельхозтоваропроизводителей, мы поговорим с заместителем министра сельского хозяйства Чувашской Республики Мариной Загрибовой. Марина Анатольевна, здравствуйте! Здравствуйте! Марина Анатольевна, давайте поговорим, какие вообще формы господдержки в Чувашской Республике существуют. Сегодня у нас более 30 видов господдержки, и если говорить о технике, то приходится где-то шестая часть, 5 видов господдержки можно применить к технике. А какая общая картина обеспеченности агрария в Республике сельхозтехникой? Потребность техники оценивается энергоемкостью. Это сколько лошадиных сил приходится на 100 гектар. То есть, наверное, правильно говорить так. Если в целом по России на 100 гектар 150 лошадиных сил приходится, по Приволжскому федеральному округу 129, в Чувашской Республике 111 лошадиных сил на 100 гектар. Мы понимаем, что нам нужно догонять это направление. Тем более, что техника – это один из основных механизмов, который позволяет увеличить производительность труда. Производительность труда – это один из национальных проектов, реализуемых сегодня в России. Есть региональный проект по этому же направлению. И мы знаем, что новая техника, она более энергоемкая. Это снижение затрат на ремонты. И сама техника выходит совершенно другого формата. Если старый комбайн, допустим, был лежатка 4 метра, сегодня выходит комбайн, выпускаются комбайны 12 метров жатки, то понятно, что энергоэффективность и сроки уборки совершенно другие. Вы сказали, что в Чувашской Республике существует 5 форм поддержки, 5 госпрограмм поддержки для сельхозтоваропроизводителей. Давайте подробнее о них поговорим. Здесь работают и федеральные правила, и региональные. Если говорить о региональном, тот механизм, который реализуется только исключительно за счет средств Республики, это поддержка возмещения затрат на приобретение сельхозтехники, оборудования, возмещается до 40%. Правительством Республики в этом году по решению временно исполняющего обязанности главы Чувашской Республики Николаева Олега Алексеевича было принято решение увеличить эту форму господдержки с 15%, ранее она была 15%, до 40%. И мы видим активность аграриев по приобретению техники. Кроме того, технику можно приобрести в рамках грантов. Гранты у нас получают начинающие фермеры, семейные фермеры, агростартапы. В этом направлении надо понимать, что если техника приобретается за счет бюджетных средств, то уже фермер не может обратиться на возмещение за 40%. Кроме того, можно использовать льготные кредиты. У нас до 5% предоставляются кредиты сегодня на приобретение техники. Это инвестиционные кредиты на более длительный срок. А также работает программа агролизинга. Здесь тоже удобные условия, потому что идут невысокие проценты до 3% годовых. Нулевой аванс, как правило. Но если он и есть аванс, то они невысокие. Не требуется залога. И срок техники приобретения где-то до 7 лет. Вообще о каких суммах поддержки идет речь? Где-то порядка 257 миллионов мы направляем в этом году по всем программам. Это и грантовая часть, и в рамках 421-го постановления, о котором я говорила. У нас есть программа, которая реализуется в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития о 10 субъектах, программ, о которой мы говорили. Здесь тоже есть это направление. И я хочу отметить, что сегодня уже за первые полугодия у нас техники приобретено на 13% больше, чем за весь год 19-й. То есть сельчане, фермеры, сельхозтоваропроизводители услышали призыв правительства Чувашии и начали активно покупать, обменивать, заменять технику старую на новую. Да, действительно, это очень интересно, это полезно для производства, потому что снижаются затраты, как я говорила, уже на ремонт старой техники. Это совершенно другая энергоэффективность. И не вовремя собранный урожай. Мы знаем, что это потеря зерна из колосьев, это могут полечь колосья, то есть идет потеря урожая. Урожай нужно убирать вовремя. То есть мы сейчас говорили о государственных средствах, о республиканском или федеральных, республиканских или федеральных средствах. Но аграрии, наверное, еще и сами понимают, что им нужно менять технику, вот они свои средства как-то направляют на эти цели. Ну, если говорить о республиканских деньгах, я уже назвала эту сумму, то сами аграрии порядка 800 миллионов направили на приобретение техники. Это собственных средств. И мы понимаем, что это больше, чем в прошлом году. В прошлом году было около 500 миллионов. То есть в 1,6 раза уже больше, чем за прошлый год зонологично. Насколько вы, наверное, просчитывали, или, может быть, есть какие-то уже цифры, насколько это позволит увеличить урожайность, производительность, повысит производство сельхозпродукции? Ну, производительность увеличивается при новой технике в полтора-два раза. Вы назвали серьезные цифры, 800 миллионов уже в этом году направлено. То есть получается, что наши фермеры и сельхозтоваропроизводители активно пользуются этими формами поддержки? Действительно, это так. Мы проанализировали. У нас получается 90% всей приобретенной техники за счет всех источников попадает под господдержку. А если говорить о дорогой технике, о комбайнах, где действительно совершенно другая цена, другие суммы вложения, то вот 99% из 104 приобретенных единиц за первое полгодие 103 попарали под субсидию. То есть 103 единицы комбайна получили практически на выгодных условиях наши сельчане. То есть это комбайны, тракторы, вот эта вот техника, которая подороже, она от 99% попадает под субсидию. А каким образом тогда они получают возмещение и как они будут выплачивать оставшиеся суммы кредитов, если они в кредит, допустим, брали? Действительно, можно взять технику в кредит. Это не лишает права получить возмещение по затратам. То есть кредит – это покупка денег. И там идут проценты, мы говорили, до 5%. Приобретается техника. Техника возмещается на основании заявления. Предприятия, фермеры обращаются к нашему специалисту в районных администрациях. Это работники Минсельхозы представлены там. Подают заявление по установленной форме, прикладывают документ, устанавливающий, что право собственности на эту технику принадлежит данному предприятелю, данному фермеру. Должен быть факт отгрузки не в пути, не предоплата. Именно факт, что техника должна быть на месте. То есть нужно показать фотографии, что техника стоит на вашем дворе. Да, техника есть на месте. Должны быть приложены первичные документы, договоры и документы об оплате. И у предприятия обязательно должны быть площади, то есть трактор и комбайн покупать для того, чтобы на них работать и опахать свои поля. Просто так стоять им не надо. Да, да, эффективность. А бывает ли такая ситуация, что вот допустим техника уже прошла срок эксплуатации, срок годности, ее нужно списывать, амортизировать. Но надо же работать дальше. Вот каким образом списывать технику и покупать новую уже можно? Ну, вообще нужно разделить некоторые моменты. Допустим, когда обращаются за возмещением, здесь нужно четко понимать, что возмещается техника, приобретенная, только новая техника, старая техника, не субсидируется. Приобретенная в году текущем или предыдущем, то есть в 2020 году мы возмещаем технику, купленную либо в 2020, либо в 2019 году. И, соответственно, произведена она должна быть в 2019 и в 2020 годах. Согласно условиям, на которых предоставляется субсидия, фермерное предприятие обязано сохранить технику в течение срока ее амортизационного использования. И понятно, что у каждой техники свой срок амортизации, там от 3 до 5 лет, ну вот комбайн от 5 в гору. И есть одна тонкость. Если техника приобретается в лизинг, то здесь идет ускоренная амортизация, там коэффициент доводится до 3, то есть, допустим, не 9 лет, а за 3 года проходит полностью амортизационный путь свой. А вообще сколько у нас единиц техники, которые нужно заменить, может быть, фермерам или сельхозтоваропроизводителям? Есть такая статистика? Я, наверное, скажу не в единицах, а в процентах. У нас на сегодняшний день, к сожалению, вот, например, в стадии тракторов только 13% техники до 3 лет. Новый. Новый. У комбайнов 14% новой техники. Остальная техника идет от 3 до 10 лет. Если говорить о старой технике, то это у нас каждый второй трактор в возрасте старше 10 лет, комбайны из 10-4 комбайна, то есть 40% комбайнов в возрасте от 10-ти старше лет. Ну, здесь действительно очень большое поле для деятельности и простор для сельхозтоваропроизводителей, чтобы обновить технику и не работать на старые, не терпеть убытки. И поставлена задача, почему и было принято решение руководством, мы в этом году прогнозируем, что мы впервые должны преломить ситуацию, когда при регулярной покупке новой техники у нас, к сожалению, баланс идет минусовый. То есть техника быстрее выбывает, чем прибывает новая. Вот в этом году мы планируем, что этот баланс будет положительной. То есть прибудет техники больше в республику, чем выйдет ее из обращения старой. И эти формы господдержки действуют до конца 2020 года? В 2020 году они действуют. Вообще все формы господдержки, которые я перечислила, они действовали годами раньше. Вот я назвала региональный механизм. Здесь у нас вместо 15-40%. Грантовая поддержка реализуется уже с 2012 года. Кстати, у нас есть еще программа мелиорация. Там тоже идет поддержка по мелиоративной технике. Ну и кроме этих программ, еще есть федеральная программа 14-32. По этой программе производителям техники предоставляются субсидии с федерального бюджета. Но они, сельхозтоваропроизводителям, отпускают технику на 10% дешевле. То есть помимо того, что техника, допустим, трактор стоит 100 рублей условно, 10% дает скидку производитель. Сразу? 40% республика. То есть в два раза трактор приходится дешевле. Ну это очень выгодная, наверное, действительно программа и очень выгодная форма господдержки для села. Большую надежду возлагаем на весь массив этих видов господдержки. Я думаю, что мы эту ситуацию в ближайшие годы поправим. Ну будем надеяться, что действительно изменится ситуация. Техника у нас будет заменена и будет рост производительности сельхозпродукции. Спасибо большое, Марина Анатольевна, за беседу. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была заместитель министра сельского хозяйства Чувашской республики Марина Загрибаева. Мы говорили о государственной поддержке на замену сельхозтехники сельхозпроизводителей республики. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова